Приветствую всех, уважаемые зрители моего канала, в этом видео мы с вами поговорим и разберем капитальные эскалации в нульсеке. Так уж повелось, теперь CCP добавили новые виды эскалации, которые выбиваются практически со всех аномалий в нульсеке. Были зафиксированы ряды выпадений из святынь, ряд выпадений из гавани, соответственно с форсакен хабов, с форсакен роли-поинтов. Также была замечена тенденция очень большого количества выпадения этих эскалаций, потому как ранее, например, если возьмем эту основу 8-10, они падали куда реже. Теперь же с новым нововведением были прецеденты, когда человек буквально за час выбивал до 12 эскалаций разного типа, причем примерно половина из них была капитальная. Важное отступление. Как всегда в процессе монтажа что-нибудь вспоминаю и дописываю. Эти эскалации сейчас падают отовсюду и везде в нулях только потому, что не наступило 20 июня 2024 года. 20 июня 2024 года будет уже установлена вторая половина обновления Экванокс, в которой заработают хабы суверенитета. И эти аномалии будут выпадать исключительно там, где будут установлены эти самые улучшения. Если таковых не будет, вы не будете выбивать эти эскалации. Но можно было бы опустить все вот эти вот улучшения, если бы были только капитальные аномалии. Но падают же аномалии еще с фракциониками и офицерами, поэтому кое-где апгрейды установить все-таки придется. А так бы попросту заполнили бы все апами на добычу. В новом же обновлении мы сможем встретить такие капитальные аномалии под названием Стоянка КБТ. И соответственно вторая капитальная аномалия это защищенная база. Из себя она представляет подобие поса, защищенный орудиями и NPC. Как показывает практика, проходит эту капитальную аномалию далеко не каждый капитал. Кари, например, там делать абсолютно нечего. Также не рассматриваются варианты дредноутов в торпедах, потому как альфа у этих капиталов большая, а ДПС достаточно маленький. Тем самым пост просто-напросто успевает откачиваться. Но отметим тот факт, что по нашей практике два дреда Феникса на капитальных торпедах не могут уничтожить эту башню. Возможно это какой-то редкий случай, потому как эту же самую аномалию закрывает обычный Ревелэйшн. Лично у меня была возможность закрыть эту аномалию, но не было возможности сесть на Ревелэйшн. Я попросту его не умею. Поэтому я прошел другую альтернативную аномалию Стоянка КБТ. Сразу же хочу забежать далеко вперед. Ни одна из этих капитальных аномалий не стоит ни рисков, ни времени, потраченных вами на это занятие. Во-первых, этих аномалий сыпает очень много. И с большей долей вероятности стоимость данных эскалаций в чате будет сильно дешевле. Если же, конечно, такой нюанс не исправит CCP. Потому как я предполагаю, что это все-таки баг. И после 20-го числа он будет успешно устранен. Если это все оставит так, то нас будет ожидать обесценивание данного типа аномалий. Обесценивание также происходит по второму признаку. Разберем Стоянку КБТ. Ни разу еще ничего ценного с этой аномалией не падало. Естественно, мы рассматриваем лут. С самого начала нас ждут три дреда. И даже не фракционных, а простых. Фракционные дреды не попадались. Лут с обычных дредноутов достаточно неинтересный. И проходить данную эскалацию имеет смысл только ради баунти. Проходил я ее в одного феникса на Т-1 фите. На Т-1 пушках проходится достаточно легко. Единственным нюансом нужно взять с собой фракционную смарт-бомбу. Чтобы отсмарчивать фрегаты, которые с удовольствием кладут на вас поинт. В защищенной базе же падает коробка стоимостью 110 миллионов. Отчего полностью обесценивает все возможные риски его прохождения. Если у вас, например, нету ревелэйшена, нету зеронитры, которые в принципе могут настакать такой DPS, то пройти вы ее попросту не сможете. Но здесь я могу ошибаться. Возможно, именно у этой аномалии есть какая-то редкостная разновидность, где, допустим, может пройти и один ревел, и один феникс. Стоимость среднестатистического дредноута сейчас для закрывания этой аномалии, даже Т-1, примерно в районе 5,5 миллиардов. Трех дредноутов вы отстрелите примерно за пол седжа, и еще пол седжа просто так стоять. После чего дред нужно тащить обратно в домашний регион, либо сбрасывать где-то неподалеку в фортизар, что делает еще более неудобным прохождение данных аномалий. Целесообразность их прохождения абсолютно никакая. Капитальные элементы, которые падают с обычных дредноутов, можно выбить и на обычных гаванях и святынях, когда приходит туда дредноут. Да и эти самые элементы, наличие этих аномалий, сделает в разы, в разы дешевле. Они и так-то по своей сути копеечные. А вот другие две аномалии, куда приходит офицер и фракционник, куда и куда интереснее. Но это, пожалуй, тема для другого видеоролика. С вами был Триони, до следующих выпусков. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok